При проведении весенних полевых работ к одному механизатору подошло четыре волка. Я нашел этого механизатора, им оказался Башкиров Валентин со станицы Новоджирлиевской, мой земляк, и поговорил с ним. Ты увидел волков? И что, прямо четверо подошло к тебе? Да, вышли, только разложился, только начал ехать, метров сто, сто пятьдесят проехал, и они вышли. То есть они конкретно на шум трактора вышли, когда на работающую технику? Да, и не боятся, абсолютно не боятся. Ну, они не боятся, а ты как, все? Я боялся, конечно. То есть волк есть волк, все-таки тяжелые, здоровые, я смотрел, все четыре, все здоровые, да? Да, да. То есть или два больших, или два маленьких? Ну да, я смотрел, волк, волчица и два таких годовалых. Вот присутствует прямо в наших местах четвертая бригада, да? Да, да. То есть надо мне проехать, посмотреть сейчас. Сейчас я поеду, посмотрю. Поговорил с Валентином, он рассказал, где это поле находится, вот я сейчас выехал сюда. И конкретно вот здесь вот прямо нахожу волчьи следы. То есть сейчас весна как бы, да? Ну, на осень я уже ищу более-менее хорошие места для того, чтобы можно было спокойно поохотиться. Вот на этом поле они конкретно работали. И вот уже даже после вспашки я нахожу свежие следы. В принципе, волчков здесь достаточно. Вся четверка, наверное, здесь и ходит. И здесь и ходит. Так, что такие дела. Ну, с обитанием волковы определились. На следующий год, вернее, осенью работа будет нормальной. Надо постепенно заниматься, наблюдать за этими молчками, где они проявятся. Уважаемые охотники, зрители, хочу вам представить фильм охота на волка, на шакала, на приваде. Вот, чтобы удачно походиться, нужно заранее готовить это место. То есть начинаю я кормить где-то апрель, май, июнь, до начала июня. Потом мухи, черви быстро приваду уничтожают. Не кормлю до октября месяца. Потом начинаю кормить. Как только зверь начинает посещать приваду, вычисляю график посещения, сажусь и добываю. Основные моменты с этого фильма, с этой охоты. Как это было, прошу посмотреть. Тяжело из болота тащить беремота. Сейчас мы все увидим. Гдеelijk? Экспортно, как июня. Дивенок tolerance. Всяка. Сейчас мы увидим... приятного просмотра фильма. Взял двух баранчиков, переехал в другое место, здесь и волком все вытоптано. И попробую я здесь их начать приваживать на осень, чтобы охота была богатая. Здесь вот поле крабса, какая красота. И вот по этой дороге иду, а тут прямо на дороге многочисленные следы волка и взад и вперед. Сейчас вот где-то устрою здесь приваду и вот этих прекрасных баранчиков здесь заложу. Вот он ходил туда-назад и по грязи. Искал за всем. Где-то я их здесь устрою приваду, где-то вот в этой лесополосе. Тащу этих баранов, а следы волка уходят вот сюда, в лесополосу. Как раз если по ним и пойду, где-то я лесополосе устрою. Сюда уходят следы. Устрою приваду. Приехал через неделю. Ну, сейчас посмотрю, что тут мои барашки. Посещал волк или нет. Сейчас по следам уже будет видно, подходили они или не подходили. Ну, на перекрестке видно свежие следы волчка. Да, походил перекресток, потоптался сюда, туда и пошли сюда на мою приваду. Так они уже сожрали этих баранчиков. Уже тут ничего и нету. Ну, сейчас я им еще угощение привез. Посмотрим, что у нас на фотоловушках. Вот это вытащим, а другую поставим. Барашки есть барашки. Сразу пришел волчок и начал, обнюхал и начал спокойно их жрать. И так вот потихоньку за неделю он их и сожрал. Запах барана привлекает его издалека и является первейшим лакомством. Поэтому он бросает все свои дела и идет на запах барана. Если есть баран, то будет и волк, а соответственно и охотничая удача. А я им привез еще угощение. Два ведра кишочек. Сейчас высыпем. Не успел высыпать, как прилетел орел. А что же ему? Сверху все видно. Вот он и прилетел попитаться. Даже бродячая кошка и та пришла на дармовщинку что-нибудь выбрать и покушать. Но потом уже и конюки подвязались. Приехал через неделю. Сейчас посмотрю, что с моими кишочками. Сейчас пойду по этой дороге и посмотрю. Следы и туда и обратно. В общем, нормальная рабочая обстановка. Кишочки работают. Ну, часть, конечно, осталась. Наверное, буду снимать. Фотоловушки хватит. А то получается, что я мух до червей кормлю. Хотя волки тащали. Нет, буду продолжать кормить. И сюда тащили, и сюда. Все, снимаю фотоловушки. Вот одна фотоловушка моя. И вот вторая фотоловушка. Все, снимаем. Смотрим. Внутренности барана являются лучшим лакомством для него. Ведь в первую очередь он выедает у него кишки, а потом уже переходит к мясу. Даже хомячок сюда пришел набить за свои щеки что-нибудь найти. И так по запчастям волка растащил эти два ведра кишок. Вот так вот. Не стеснялся, ел прям под фотоловушкой. И фотоловушку сам на место. Пусть наблюдает дальше. Ну что, волки нашли нашу приваду и начали жрать. Что и требовалось доказать. Ну а мы продолжаем кормить. Хотя бы раз в месяц им что-то привези. Привозить сюда. И тем самым удерживать его на месте. А осень покажет, какая будет охота. Продолжаем кормить. Конец октября. Пора начинать подкармливать волчков. Я весной их кормил. Здесь было как раз поле грабса. Такое красивое, желтое. Волчок, самечек приходил один. Молодой, прошлогодний. В этом году не знаю. Сейчас прошел по дороге, следов нет. Ну, привез селка. Сейчас надо начинать кормить. Потому что без хорошей привады волчка не добудешь. Вот так и потянем его. Мороженый. Долго пролежит. Как раз то, что надо. Сейчас мы его здесь где-нибудь подвяжем. Чтобы волки не утащили. Пусть работает. Вот и все. Вот сюда где-то мыло. И привяжем. Вот так. Начнет жрать. Поставим в эту ловушку. И все. Через недельку приедем посмотрим. Прошло две недели. Телка так никто и не ел и не подходил. Черви его доели. Все он высох и все. Поэтому мне пришлось привезти еще чуть-чуть говядинки. Обрези там с бойни заложил. Положил буквально через три дня. Появились шакалы. А затем два волка. Вот с этого дня я начинаю отсчет времени, когда появились волки. На какой день они появятся в следующий раз. Будем замечать. Сегодня принес им новое угощение. На этот раз баран. Я думаю от него они не откажутся. Да, тяжела наша работа. Как там? Тяжело тащить кого там из болота. А мы барана тащим. Вспомнил. Тяжело из болота тащить. Беомота. Так вот мы барана тащим. Сейчас прием. Пусть лежит. Ну и все. Угощение для них классное. Придумал. Баран в пищевой цепочке. Стоит одним из первых. Самых вкусных. По дому же идет говядина. Телки в том числе. Потом птица. Утки, гуси. А потом свиньи. На последнем месте. Свинину не любит. Такие дела. Приехал на следующий день. Баран лежит. Никто его еще не нашел. Намок. Ну сейчас я уже приготовил четырех. Чтоб он запахом прошелся. Сейчас я на этот штырь поставлю фото ловушечку. И будет нормально. Направлю. Направлю на барана. И пусть она ловит. Как только волки появятся, можно будет садиться. Можно будет садиться и охотиться. Ну вот так где-то. Прошло три дня. Приехал посмотреть на своего барана. Что с ним. Ну по дороге вижу явные следы шакала. Ну привода обживается. Свежащие следы шакала. Ну вот так и пошел. Прямо к барану. Баран пока не тронутый. Еще его волки не начали. Наверное они его еще не обнаружили. Ну ничего. Пусть лежит. Сейчас я посмотрю. Заменю флешечку в этой фото ловушечке. Поедем дома посмотрим. Шакал уже его нашел. Но пока не трогает. Приехал проверить барана своего. Но ветер такой давит, что не дай бог. А баран мой лежит. Нет, начали потихоньку. Начали потихоньку разделывать. Ну что, приходили сначала шакалы. А потом пришел волчок. Один. И сзади там следующий второй волчок. То есть они появились на 10-11 день. Так что начинаем отчет следующей засидки. Конкретно на волка. Ух ты. У барана уже ребра торчат. Вот это да. Это я прозевал. Иначе волчки дали тут дрозда. Сегодня надо садиться. Может быть и придут. Посмотрим, что фотоловушка. Покажет. Фотоловушка бали вверх. Хорошо работает. Картинка нормальная. Все. Посмотрим, что будет дальше. Хромой шакал пришел. Мой знакомец, наверное. Но пришел еще один шакал. Короче, два шакала. Даже пришла лисица. Которая как бы у нас уже редкость становится. И та начала жрать. Так что интересно. Волков нет. Так что это все мелочь. Можно не стараться и ехать где-то в другое место смотреть. Такие пироги. Волков нет. Самое главное. Я снова на рынке. Ветер строгает. Сильный. Вот. Пойду заменю. Фотоловушку. Все никак не дождусь. Своих волчков. Ну, барана разделают уже практически. Полностью. Неужели так шакалы работают? Ох ты. Да тут надо ехать. Садиться. Хорошо. Сейчас посмотрим. Аппетит у шакалов, конечно, возрос. Ну, посмотрим фото ловушечку. Что она сняла. Заменим. Пока на баране только одни шакалы. Даже устраивают свои разборки. Пока кормлю шакалов. Волк еще не голодал. Еще не прошел. Ну, будем ждать. Что ж теперь сделаешь? Будем ждать. Вот. Я снова на так называемом рынке или базаре, как называется. Потому что съезд с асфальта возле, так сказать, базара. Раньше летом торговали овощами. Вот. И я вот сегодня приехал на свое место. Пойду посмотрю, что тут волчки приходили. В прошлый раз посидел до 11. Шакал один пришел. Ливень начался. Я уехал. Еле вырвался с этого, так сказать, грязевого плена. Около 10 вечера пришел, поел и потихоньку ушел. Ну, сейчас морозец подтягивает. Проскочил хорошо. Ну, пойдем посмотрим. Ну, так тут уже шакалы моего барана уже не сожрали. Ну, что, тогда надо ходиться и стрелять их. Потому что это все ерунда. Волкам даже не досталось. Сейчас сниму водоловушку, посмотрю, что здесь. Вот это да. Может и волки. Посмотрим. Ну, сейчас буду садиться тогда. Вот отсюда будет мое наблюдение. Не осуществляться. Привода где-то 106-110 метров. Отлично. Отлично. Отлично . Продолжение следует... Ну что, идем смотреть, что там нас прибежало. Ну, вроде крупненький, как волк. Да, фотоловушка сегодня показала, что приходили шакалы, а под утро в 6.54, прыщу волк, грязный весь такой, весь в грязи. Ну и дожрал этого барана моего, разорвал, утащил и доел. Я не думал, что он где-то рядом, ну, в полвосьмого, считай, до полвосьмого утра он его жрал в 7 часов. И вот он, неужели он позарился и пришел. Сегодня как раз одиннадцатый день, вот он и пришел. Слава Богу, мои вычисления оказались верными. Да, очень похожий на волка. Вот он. Отлично. Ой, красавчик. Это волк. Ну, куда целился, туда и попал. Отлично. Вот он, сегодняшний и утрешний. Пришел доедать барана. Пришел доедать барана. Ну и получил свое. Это место на месяц как бы уже затихло. Уже можно про него забыть. Основного хозяина забрали. А это уже как получится. Вот он мой. Не удалось мне. Хороший волчок. Как раз по мотору. Куда целился. Туда и попал. Как же его тащить-то? Как же его тащить-то? А тащить как-то надо. Все. Потихоньку попрем. Попрем потихоньку. Долго, конечно. Я выслеживал его. Вот с интервалом 10-11 дней он ходил и вот как раз я подгадал. вчера был 10-й день и вот он утром пришел. Сегодня 11-й день и сопало как раз он где-то остался доедать барана. Ну, дотащил, слава богу. А я уже переживал. Шакалы жрут, а я ничего не делаю. Уже думал, приехал, думал шакалы стрелять. Ну, боженька, преподнес подарочек в виде этого волчка. Частная животноводческая ферма, у которой были гости. Сегодня ночью были гости. Саш, как тут все произошло? Так, расскажи-ка, что тут? Ну, где-то часов 8 вечера. Да, вечера. Переминал стадо. Ну, полчаса где-то прошло. Смотрю, стадо ломится. Я запоминаю, бьем туда. Смотрю, овца лежит, нога покусана, и все, больше ничего. Так задавленный был или что? Да. За горло далеко он? Ну, быстрее всего. Ну, пошли посмотрим. Придет, конечно. Ну, видишь, он не поел, вот чем дело. Ты его испугал. Может быть, поэтому он и может и не придет. Ну, а первого барана-то он упер. Так это второй баран? Да, я говорю, первый баран сама. Один пешки остался. Я обходил отход, я не мог найти. дождя, баз, да? Ну, да. Чтобы, то есть, вы сюда загоняете наперед дождя? Да, когда дождь. Вот там была собака. В будке была собака, и что, бесполезно? Да, а вот прорыл. Я закопал. Прорыл туда. То есть, не через верх, не через верх, а низом прошел? Низом. А его-то, я забил эту доску, вот если я грызг, вот отсюда до сюда, он нижнюю доску отломил. Прогрыз, погрыз идущ туда. А, ты уже подремонтировал ее? Да. И вот, остались куски. Одно говно. То есть, кишки он выпустил отсюда, да? А вы сегодня будете загонять сюда в этот баз? Мы боимся загонять, из слова. То есть, они бараны там у вас стоят дальше, ближе к дому. А сюда не загоняйте. Да и дождя ж нет, природа, ясно, что ее загонять-то. Первого барана тоже здесь задавили, в этом базу. Да, а второго вон возле столба. Второго возле столба. И она была, просто нога была покусанная. там он и лежал, да? То есть, задавленный. Да. Вот это коричневый. Или может, я когда бежал с фонариком, я его спугнул, он бежал. Конечно, конечно, спугнул. Получается, что у вас вот это уже первый баран вообще целиком исчез. Да. Его забрали. Одного говно. А второго... А второе вот это вот, которое вы ободрали и шкуру-то подвязали, да? Ну, вот видишь, как бы, ноябрь месяц волки акцентируют свое внимание, в смысле, активизируются и начинают нападать на личное подворье. Вот на корову не нападает, ничего? Тут, тут, тут. Слава Богу, никого не было, да? Да. Только та, что полегче. Ну, да. Это бычки и телята у вас туда вот это все. Ну, да, и собака тут бегает. А, по этой дороге до угла бегает собака, да? Как только, а, да, сразу запонарик и бежишь сюда. Ну, все, вилы вилы вилы. Дружио или что-нибудь такое есть или нет? Нет, у меня такой вилы. То есть, ты с вилами на волка? Ну, да, а как быть? То есть, вилы в руки и вперед на волка, да? Да. Если туда едет. Не перевелись мужики в русских селениях с вилами, блядь, на французов ходили. А ты, на волка ходишь. Ну, он придет, конечно, на этот баз, где брал, скорее всего, если они идут оттуда через балку, вот туда с балки, вот это, вот это, мне надо вот это все просматривать и садиться где-то здесь. Правильно? Чтобы вот этот путь их перехватить. И они как раз задержатся на этом самом, на шкуре, там их и валить. Я думаю, может и придет в эту ночь. Давай поохраняю вот этот ваш, чтобы этот кишки еще подвязал для запаха. Все равно он сюда придет, в этот баз проверят, где они были. Там он где-то вот сколько метров сто отсюда, да, привязал к кишке. Ну, где-то вот с этих бревен мне надо будет сидеть вот здесь и наблюдать за ними. И, скорее всего, вот это вот мой наблюдательный пункт на бревнах. Да, с такой приводой мне еще не приходилось охотиться в карман. Можно положить и идти. Ну, жители жалуются, поэтому надо их выручать. Так, курточку с собой обязательно. вот вдруг придется ее пододевать, а ее под руки и ложу. Вот, вот так. Вот так вот. Карабин с собой. Подставочка под карабин обязательно, потому что на весу стрелять уже не хочу. Можно промазать. Ну, вот так вот. И все. Все поле перед глазами. Котик пришел, но жрать не стал. До половины двенадцатого досидел. Один котик пришел и все, волков нет. Но буду теперь ловить их вокруг. Пробовать подувать и манить. Курдючная порода овец. Это Исарская скейбол тоже любит такие вещи. И Курдюк выедает в первую очередь вместе с кишками. Саш, вот я всю ночь просидел вот это вот вчера. Вообще ничего до полдвенадцатого. Ну, всю ночь до полдвенадцатого. Вообще никто не пришел. Ты можешь представить? Вот. Ну, я с Федором поговорил. Он говорит, есть возможность поставить сюда где-то решетку. Ну, в смысле, клетку. И живых баранов кинуть, и на баранах живых сидеть. Они-то наверняка уже на живого больше, более охотник. Есть клетка какая-нибудь подходящая? Есть, есть. А ну, пошли посмотрим. Это клетка, да? Да. Так она с этими. Отлично. Сюда пару баранов кинул на ночь. Клетка хорошая. Видишь, ну, надо крышу обязательно делай. Знаешь, волк может вшук, и твои бараны, знаешь, пошли на корм волков. И это самое, и полы. И отлично будет. Давай установим, место сейчас определим, где он. красавицы. Курдючные. Наверное, гесарская порода овец. Это самое то. Для волчка тоже он любит курдюк кушать. Ну, где-то, вот где-то в районе вот этого зеленого дерева, где-то вот здесь вот, можно поставить клетку. сейчас посмотрим расстояние. Ну, и бараны спускаются, вот тропа, одна, вторая тропа. Ну, по ним же и зверь будет ходить. И вот, самая главная тропа вот здесь на бугру, голый бугор как раз. Вот, напротив, где-то здесь надо будет и ставить вот здесь клетку. Понял? раз напротив этих троп здесь ставьте и звоните. Что все готово. Я приезжаю, кидаем баранов, и я сижу их охраняю. 10 ноября. Даже не одна, двойная. Вот такие чудеса бывают у нас на Кубани. Двойная радуга. Не каждому дано такое увидеть. Красота. Приехал опять до барана. Фермер уже оказывается его посадил в клетку. Вот сейчас посижу. Дожди идут, ему нужен бас срочно с навесом, а он боится туда переводить. И он попросил подежурить еще здесь у меня. Сейчас пойду проверю барана, поставлю фотоловушки и буду сидеть. Устраиваться в заседку. Бычки стоят, откорм работает, все нормально. Я вот здесь под бревнами, рядом с бревнами устроюсь в заседке своей. А вот моя клетка с бараном. От меня как раз сто метров. Что тут мой баранчик сидит? Ой, красота какая. Сегодня будешь испытания проходить. Да, хороший, курдючный. ну давай кричи только почаще ночью. Зови своих врагов. А мы будем отстреливать. Вот оттуда с балки гречаной они должны идти к нам. Можно садиться. я прошлый раз не сидел. на всякий случай курточку взял. Подадись, если буду мерзнуть. карабин со мной. Подставочка карабина обязательно. Потому что во-первых промаришь, если будешь на руках держать. Во-вторых надо все использовать, чтобы все было четко и не так. Вот так вот закрываю. вот так вот открываю. И отлично. Подставочка сюда. Карабина сюда. И все поле у меня перед глазами. Ну все, сижу в своей заседке. Баран периодически покрикивает то, что надо. То есть если волки рядом, они обязательно придут. Будем надеяться на это. Зайчик пришел. Так, а это кто? нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не поверили Ушли Наш механизатор Шакал здесь присутствует и он ходит здесь как у себя дома Шакал не моя задача сегодня Сегодня задача у меня освободить хозяйство от волков Я решил устроить в другом месте приваду такую на скорую руку Тем более фермер резал баранов Вот и любезно предложил мне кишочки Я даже одну шкуру взял для запаха И вот сейчас в этом уголку я вывалю Вот дня 3-4 понаблюдаю А потом посмотрю будет толк или нет Может быть и сяду Ну надо менять места или иметь запасные Потому что на одном месте зацикливаться нельзя По району надо ездить и везде охватывать всю территорию Волка везде в районе много Поэтому следы то там, то там Вот в этом месте следочки я нашел Сейчас как раз я их брошу Тут рядом одна ферма Другая ферма То есть как бы вот балки вот эти вот обширные То есть как бы можно здесь поработать Два мешочка Притащил Вывалю Добро какое Для волка Кишки барана Самый то Самый то И сверху Шкурой прикрою Будет хорошо Были Занимались Стригли овец Брали шерсть Изготовительные пункты были Сейчас ничего Сейчас все идет в утиль Вот так вот Вот такой у меня Получился Баран В виде привады Будем наблюдать А сам где то там Под этим бугром Наверное Замаскируюсь В ветках вот этих И буду сидеть Как раз расстояние где то 70-80 метров При хорошем Западном ветре Я думаю он меня не услышит А так эти прекрасные места Конечно Будем Работать по волку В этих местах Декабрь месяц На носу Новый год Как раз то что надо В этом месте Кстати мы Гоняли шакалов На этом проходе Саня стрелял Шакала И были волчьи следы Еще в прошлом году В феврале месяце Значит он здесь присутствует Будем работать по нему Рядом хутор у нас находится Вот А шакалы Волки любят Сейчас В конце декабря В январе Все присутствуют Возле хуторов Еду В соседний хутор Где я заложил Четыре дня назад По ранней кишочке И шкурой накрыл Что здесь у нас Вот так тут Нормальная рабочая обстановка Шкуру оттянули в сторону Жрали Кишочков почти нет Почти нет Так здесь Уже можно что-то Что-то и смотреть А какие же тут следы Следов не видно Все залито дождем Все залит Ни одного явного следа Все залито дождем Ну все Садимся Вот вроде След шакала есть Но по-любому Обстановка рабочая Звери приходили Можно садиться Вот это вот Вот и будем наблюдать Будет все видно И ту сторону И эту В общем все Отлично Уходящая красная Заря На сильный ветер И дождь Так что ночка будет Да еще Вот шакалы сидят Наблюдают Камышак Штур пока Рук придет Сожрет Потом им достанется Пошли куда-то Что-то он убегает Что-то он убегает Кто-то его напугал Шакалы ушли Убежали даже Может мой Зверь идет Промазал Но он там быстро махнул С приватой Что я не успел подвести На мушку взять Так выстрел Да он Он убежал Ай-яй-яй-яй Увлекся съемкой шакалова Прозевал волка Как он подошел К привате На следующий день После неприятного Промаха по волку Решил заманить его Вот такими вкусностями Буду опять заниматься Если придет И сидеть в том углу Приехал на свое место Сейчас посмотреть Что тут у нас Ходило Шакалы, волки Ну Все вытопнуло Шакалями следами Вот Посмотрим сейчас Как и что Фото ловушечки Сейчас Флэшечки поснимаем Посмотрим Начали потихоньку Разбирать Мои отходы Ну ладно Берем Фото ловушечки Сейчас поснимаем Фото ловушки Посмотрим Что здесь у нас Получилось Что здесь она Наснимала Ну все хорошо Зверь на месте Кроме шакалов В 6.56 утра Прошел Волк Поковырялся Потягал И ушел То есть как бы Чистый промах Слава богу Что волк Цел и невредим И опять Пришел на приваду Так что Охота продолжается Придется Сидеть целую ночь Чтобы никуда не рыпаться Разницы нет И гарантий нет Когда он придет Или в 7 утра Или в 10 вечера Так что Такие первые Ну нам не впервые Будем сидеть Думаю посидеть Все таки Волчку дал время Чтоб он отдохнул Свой испуг вылил Ну приходит под утро Но я думаю Что Я дождусь его Собрался на всю ночь Вот Поэтому сейчас Вот посмотрю Что там с привадой Ну по-моему Ее кончили уже Вот если сегодня Кто-то придет То это будет Большая удача Все растянули Все по кускам То есть То есть Пиршество было хорошее Я волчку дал еще День Чтобы он успокоился После моего промаха Вот Ну а тут уже практически Ничего нет Вот приехал посидеть Вот Что здесь за следы Непонятно Но Шкуры остались Волчок все равно Должен зайти Подвернуть Приехал на свою Приваду Уже конкретно За волком Даже если придут Шакалы Стрелять не буду Вот Они придут Это сто процентов Единственное что Вот Настораживает То это ясная Чистая погода А сейчас луна Почти полнолуние Существует поверье Что По луне Зверь Не ходит Хоть какой зверь Хоть волки Шакалы Кабаны Олени Разницы нет Ну вот сейчас проверим Как раз Ходит он или не ходит Ну Собрался сидеть Конечно Всю ночь Прошлые разы Здесь сидел Так Курточка Обязательно Потому что Вдруг начнет Холодать И я ее Пододену Вот так вот Вымащиваю Чтоб Ничего не скрипнуло Палочка Под карабин Карабин Она Сделана с таком материалом Что она не продувается И держит тепло Я вот даже В ней По морозу По морозу Сижу Вот так вот Накрываюсь Плотненько Открываю Вот Поставочка Под карабин Вот ставлю И все Прекрасно вижу Засидка Очень удобная Потому что Это вот Для широкого Сейчас тепло Широкий Угол Здесь можно Окошко Поменьше Открыть Чисто на приваду Ну если замерзаю Я обычно так и делаю Чисто на приваду Направлю И все И сажусь А сейчас Тепло только Вот таким образом Поснимаем что-нибудь Хоть шакалов Прошло Три шакала Стой Конечно Они всю Приваду Кончили Поистри Отнеси Надо ждать Волка Он ее Вытаскает По разным углам Себе Зоначки Три шакалов Три шакалов Три шакалов На лун До половины восьмого Просидел Волк так и не появился Видимо луна все-таки На него влияет Он поосторожнее чем шакал Боится выходить Поэтому потихоньку Собираюсь Еду домой Высидеть 15 часов В заседке Конечно не каждый Это выдержит Ну Нам это Все по плечу И будем работать Заниматься Все Добро Продолжение охоты На волка На приваде Смотрите во второй серии А сейчас можете посмотреть Основные моменты Как это было Вот за этих Барашков Волки сюда и ходят Самая главная Работа есть Зверь Приваду посещает Сижу в своей заседке А вокруг одни волки Даже не по себе становится Стая волков Прошла на приваду Сними вожак С высокозадранным хвостом Есть Охота в России Представляет фильм Охота на волка На привадах Всем добра Субтитры создавал DimaTorzok